Велосипед Ребят можно сразу выделить из толпы. Велосипеды для занятий велотриалом значительно отличаются. Они должны быть оборудованы крепкой рамой и надежными тормозами. Велосипеды в первую очередь рассчитаны на экстремальные трюки, прыжки и удары. А это значит, что у таких моделей должны быть самые лучшие технические характеристики. Ребята увлекаются экстремальным видом спорта несколько лет. За плечами уже десятки соревнований областного и всероссийского уровня. Этим парням просто кататься на велосипеде скучно. Им подавай адреналин. При одолении препятствий нравится запрыгивать на большую высоту. Получаю экстрим, удовольствие. Мне это очень нравится. Приверженцы же традиционного велоспорта после регистрации готовятся к старту. В антинаркотическом веломарафоне участвуют мальчишки и девчонки до 18 лет. Многие из них воспитанники самарских спортивных школ. Рассказывают, перед заездом важно подготовить велосипед и досконально все проверить. Тут должно все застегнуть. Колеса должны быть вот эти вот застегнуты крепко. Проверить, прокрутить его вот так, чтобы тормоза не задевали колодки. Велосипеды готовы, спортсмены настроены. Команда старт. Девочки последние, трое выбывают. Поехали. Борьба за первенство развернулась серьезно. Девчонки нарезают несколько кругов по парку молодежной за считанные минуты. Анжела Лазарева первой пересекла финишную черту. Заниматься в спортивную школу ее привел отец. Теперь девушка мечтает стать профессиональной спортсменкой и участвовать в мировых первенствах. Пока только усиленная подготовка. На тренировки тратит по три часа в день. Говорит, этот спорт помогает развиваться не только физически. Чтобы победить, нужна стратегия. Главное гнать со старта, главное выехать в первый. А потом уже по самочувствию, как получится. Веломарафон «Наркотикам нет. Выбирая велосипед» проходит в рамках муниципальной программы по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике наркомании. Каждый раз количество участников растет. Начинались нескольких десятков. В этом году принять участие в марафоне собрались порядка 150 спортсменов. Такой акции, чтобы люди выбирали здоровый образ жизни, выбирали велосипеды. Мы привлекаем всех горожанам к активным занятиям физической культуры и спорта. Любителей езды на велосипеде в областной столице с каждым годом становится все больше. Мало того, велосипед – экологически чистый транспорт. Еще и достаточно удобный и маневренный. На нем можно без пробок добраться в любую точку города или выехать на природу. Положительно велопрогулки сказываются и на физической форме. У тех, кто крутит педали хотя бы несколько раз в неделю, сильные ноги и высокая выносливость. Чтобы сделать велоспорт еще более популярным, в городе нужно создавать соответствующую велоструктуру, считают участники Самарского клуба. Выезжать на дорогу опасно, потому что машина понеслась сбоку, то есть как бы испугу, там упали, ну дай бог, конечно. Вот, по тротуарам некоторые начинают просто гонять, соответственно, это уже мешает пешеходам. Хотя, если мешает пешеход, то обязанно слезть. Развитие веловелоструктуры помогает разделить потоки между собой, ну, грамотная велоструктура, да, и, соответственно, уменьшит количество ДТП. Проект «Велоинфраструктуры» в Самаре уже разработан. Авторы предлагают делать выделенные велосипедные дорожки, изолировав их от проезжей части зелеными насаждениями. «Велоинфраструктура» включает в себя не только сеть дорожек, но и охраняемые парковки, пункты проката велосипедов, станции техобслуживания. Проект уже включен в программу стратегического развития Самары до 2025 года. А это значит, большому велоспорту в Самаре быть.